Оздоровились, называется. Почти сотня детей закончила первую смену в лагере Таватуй досрочно. Большая часть из них доставлена в больницу с признаками отравления. Как рассказывают сами ребята, они почувствовали себя плохо после того, как поели рыбные котлеты и фрукты. Родители негодуют. Говорят, что их долг держали в неведении. Теперь уверяют, что руководство лагеря скрывает ЧП. За развитием событий следит Кирилл Солодков. Этим утром лагерь Таватуй стал по-настоящему оздоровительным. Так много врачей здесь не видели никогда. Медики единственные, кого сейчас спускают внутрь. По всему периметру выставлен полицейский кордон, не пролетит им ухо. За забором томятся даже родители. О том, что ночью их детей увезли на скорой, многие узнали только сейчас. Нет, мне ребенка не показали, просто передала ему телефон. Нам даже не сообщили, что его вообще куда-то увезли. Вожатая Алена признается, отравления начались задолго до карантина. Но администрация предпочитала скрывать этот факт. Тревогу забили слишком поздно, когда с температурой слегли уже десятки детей. Два дня назад кто-то начал отравляться, как я слышала. И через вчера ночью мы сидели, было пол второго. Сказали, что в медпункте там блюет много народу. Я думаю, ну наш отряд принесет, у меня девочка встает с отряда, говорит, мне плохо. Ну и все, и пошло-поехало, и мы бегали всю ночь. К полудню количество заболевших детей в лагере Таватуй превысило 80 человек. Часть из них незамедлительно доставили в больницы Екатеринбурга и Новоуральска. Сейчас полным ходом идет эвакуация оставшихся детей. Их вывозят на заказных автобусах и каретах скорой помощи. К концу дня стало ясно, заболели около сотни детей. Более семидесятков госпитализированы с кишечной инфекцией. Первоначальный диагноз – энтеровирус – не подтвердился. В лагере, короче, это батончик какой-то далее. Да, это флотоватуя. Ну да, вот мы сейчас приехали. Короче, отправились мы там. К счастью, ни одного тяжелого случая нет. Состояние пострадавших медики оценивают как средне тяжелое и легкое. Санитарные врачи весь день исследовали лагерь, кухню и то, что подавали на стол. Главный подозреваемый – творожная запеканка, которую дети ели на завтрак. Мы пытаемся выяснить все причины, то есть когда был зафиксирован первый случай, когда поступил первый сигнал и по каким причинам, например, было не доведено до тех или иных служб. Родители школьников говорят, что не удивлены. Дети жаловались на питание с самого начала смены. В этом году у лагеря сменился собственник и старая команда поваров ушла. Кошеварить на кухню пригласили нового подрядчика. Питание было отвратительно с самого первого дня. Девочка говорит, что вчера пирожное давали, срок годности на две недели просрочено. Даже не стерли сроки. Результаты экспертизы будут известны только в понедельник. Однако Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по факту массового отравления. Это оказание услуг, не отвечающих требований безопасности жизни и здоровья потребителей. Следователям добрашиваются пострадавшие дети, родители и работники лагеря. Также принимаются меры к изъятию проводы и продуктов с целью определения источника заражения. До конца этого дня из лагеря эвакуировали всех детей. После этого Таватуй закроют до конца проверок. И судя по масштабам ЧП, вторая смена здесь вряд ли начнется. Кирилл Сладков, Владислав Кулупаев. Новости 41-го канала.